Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. И сегодня бы хотелось поговорить как раз таки о том, куда не стоит инвестировать. В настоящий момент и тема сегодняшнего видео посвящена вопросу, куда не нужно инвестировать, и я расскажу, почему не стоит с этим связываться, какие риски при этом вы несете. Также в последнее время, друзья, мы раздаем подарки у нас на канале, очередной подарок вы можете получить под ссылки под данным видео, поэтому проходите в настоящий момент по ссылочке внизу и забирайте подарок. В мире у любого вопроса есть, у любой монеты есть две стороны, плюсы и минусы, да, и то же самое касается капитала, что есть вещи, которые стоит инвестировать и есть вещи, которые не стоит инвестировать. Сейчас очень многие люди сталкиваются с тем, что снижаются располагаемые доходы, то есть инфляция увеличивается, заработная плата растет незначительно, не успевает за реальной инфляцией, и получается количество денег, которые остаются у людей, это называется располагаемый доход становится все меньше, и поэтому люди смотрят, а где же можно приумножить денежные средства и желательно сделать это быстро, ну то есть некий момент, то есть заработать быстро, заработать много, желательно без риска и желательно еще, чтобы я там ничего не делал. Классическая история, да, русского человека лежать на печи, ничего не делать, и чтобы все было, жизнь была в достатке. И это, к сожалению, не только свойственно россиянам, это свойственно абсолютно, наверное, всем людям ничего не делать и жить хорошо, и на этом фоне возникает ряд проектов, которые мнимо, очень часто в последнее время обертываются в некую форму инвестиций, и соответственно говорят, что это инвестиции, что это инвестиционные возможности, что это профессиональные управляющие, и соответственно приходите к нам и получите очень много денег. Что же основное упаковывается в такую обертку инвестиционного продукта? То есть, первое – это бинарные опционы. То есть, бинарные опционы, трейдинг, то есть, по сути, это некая такой пари, связанная с тем, что вы делаете ставку. Не нужно заниматься фундаментальным анализом, вам не нужно изучать технический анализ. Вам нужно просто взять и сказать, курс доллара через одну минуту будет больше текущего уровня или ниже текущего уровня. То есть, если будет больше текущего уровня, вы заработаете там в 5-10 раз больше. Если вы не угадаете, да, то есть, курс доллара пойдет против вас, то в этом случае вы потеряете. Бинарные опционы – история, которая работает на основе теории вероятности. Раз. Два. Из моей практики никто больших денег там не выводил. То есть, я сейчас говорю про то, что не выводил. Я не говорю про то, что не зарабатывает, потому что формально для того, чтобы человека как наркомана подсадить на эту историю, да, то есть, определенные вещи могут котироваться, определенные вещи могут показывать, что у вас на счете очень много-много-много-много денег, да, и давайте еще, и мы вам дадим бонусы. И в этом случае есть теория вероятности, но если говорить о природе бинарных опционов, как таковых, они пришли из первоначального опционов товарного рынка, опционов фондового рынка. Суть их заключается в том, что там очень высокая премия. То есть, очень высокая премия, которой вы лишаетесь. То есть, когда вы покупаете бинарный опцион, вы должны уплатить определенную премию. То есть, отношение итоговой суммы заработанных средств к размеру уплаченной премии по бинарному опциону является прибылью инвестора, в кавычках, да, я сейчас называю про инвесторов. Что здесь нужно сказать, о чем здесь стоит упомянуть, что в большинстве своем это мнимая история, то есть, котировки, как правило, рисуются, то есть, это собственное программное обеспечение, которое устанавливают операторы, которые предоставляют данные услуги. Формально, опять-таки, я говорю, первое время, когда суммы счета небольшие, могут показывать прибыль. Будут давать возможность выводить какие-то небольшие суммы, но как только возникнет вопрос о выводе какой-то крупной суммы, которую формально инвестор заработал, как правило, это получается так, что очередная ставка приводит к тому, что деньги куда-то деваются. Прецедентов в моей личной практике было большое количество. Это было и когда я работал еще в открытии, когда люди приходили и говорили, вот, я тут очень много зарабатываю, у меня уже полтора миллиона долларов я заработал, да, мы говорим, ну, попробуйте вывезти. Ничего не удавалось, да, то есть совершались какие-то сделки по счету, которые человек говорит, я этого не совершал, но они на самом деле в системе проведены, что, да, сделка прошла, да, у тебя убыток, да, ты еще должен брокеру, оказывается. Что-то не устраивает, не вопрос, мы находимся на Вирджинских островах, британских Вирджинских островах, по подсудности подавай дело, судись, да, то есть будем разбираться. А так денег, денег как бы нет. И поэтому вот первое, что нужно сказать и всегда помнить, я как мантру повторяю свою поговорку, что чудес не бывает, но если вы считаете, что где-то на бинарных опционах вы можете зарабатывать там 200-300 процентов за один час, то есть нужно понимать, что это или связано с сверхвысокими рисками, но когда мы говорим о такой норме доходности, это исключительно мошенничество, не стоит с этим связываться. Поэтому держитесь от этого подальше, лучше смотрите на долгосрочные инвестиции, да, хорошие качественные активы, которые создают реальную прибавочную стоимость и где компания делится с вами как с акционером. Вторая история, которая, наверное, сейчас приобретает меньшую популярность, да, была, наверное, более популярна лет 7-8 назад, эта история работа на Форекс, то есть Форекс-дилеры предлагают играть на валютном курсе. Что нужно понимать? Вообще сам по себе Форекс – это рынок, на котором работают очень крупные операторы, то есть обычно это денежный рынок для банков, для крупных страховых компаний. Минимальный лот на классическом рынке Форекс составляет там порядка одного миллиона долларов, то есть нужно понимать, чтобы торговать на Форексе, действительно, да, собственными деньгами, это там в среднем, да, это миллион долларов, в принципе, может быть опущена цифра до 100-150 тысяч долларов, да, но это, наверное, больше исключений, чем правило. Работают крупные операторы, да, то есть торгуют, как правило, банки, покупают, продают валюту, и поэтому обычному, простому человеку, физическому лицу практически туда, ну, ход закрыт, потому что у этого человека элементарно нет достаточного количества денег для того, чтобы минимальный лот поставить на покупку или на продажу. Кто смотрел фильм «Игра на понижение», вы, может быть, вспомните эту историю, да, когда там молодые ребята, которые как раз таки торговали опционами, классическими опционами, и они захотели купить ACDS, кредитные дефолтные свопы на ипотечные выпуски облигаций, и они пришли в крупный инвестиционный банк, то инвестиционный банк сказал «Ребята, каким размером капитала вы обладаете?» Они говорят «Ну, у нас есть там 150-200 миллионов долларов». Он говорит «Ну, вот когда будет миллиард, тогда и возвращайтесь, когда мы с вами поговорим». Миллиард для того, чтобы прийти на рынок CDS, миллиард долларов, да, чтобы прийти на рынок Форекс, соответственно, минимальная сумма сделки составляет, опять же, в исключительных случаях только 100 тысяч долларов. И что в этом случае, люди в это верят, люди хотят это получать, они считают, что они могут прогнозировать курс. Почему я говорю, что сейчас в меньшей степени работа на Форексе стала привлекательной по сравнению с 4-5-6 годами ранее? Потому что в этот промежуток времени люди очень четко понимали взаимосвязь, цена на нефть – курс доллара, рубля-доллара. То есть, если нефть растет, то, соответственно, в этом случае курс рубля укрепляется, доллар снижается. Если нефть падает, все с точностью до наоборот – доллар укрепляется, рубль снижается. Люди, которые вот эту взаимосвязь поняли, усвоили, да, то есть, они оперировали стандартно в обменных кассах, в обменных пунктах. Но для того, чтобы увеличить свою доходность, они прибегали к услугам Форекс-дилеров и торговали валютой с плечом. При депозите 100 тысяч рублей они реально могли совершать сделки с плечом 1 к 10, 1 к 100, 1 к 1000. То есть, на капитал, не знаю, там, в 1000 рублей с плечом 1 к 1000 человек мог купить, там, открыть позицию на миллион. Представляете, да? И здесь, соответственно, если двигается цена всего лишь на 1 процент, какой размер заработка может быть? Это привлекало. В чем опасность Форекса? Здесь есть несколько ловушек, что называется. Первая ловушка заключается в том, что это использование плеча. Из-за того, что курс валют не такой волатильный, то есть, там нет очень резких и сильных движений, да, для того, чтобы там хорошо и много зарабатывать, то вам нужно использовать максимальное плечо 1 к 50, 1 к 100. И в этом случае получается, что с одной стороны это плюс, что можно заработать там в 10 раз больше, чем двигается актив. То есть, доллар там вырос на 1 процент, а с плечом 1 к 10 ваша прибыль составила не 1 процент, а 10 процентов. А это в течение дня может произойти. Но и наоборот, то есть, если вы не угадали, и соответственно курс снизился на 1 процент, ваш убыток составил не 1 процент, а 10 процентов, да, по портфелю. Это первое. Плечо убивает. Причем брокеры на этом зарабатывают. Основная опасность. Вторая опасность заключается в том, что когда человек успешно торгует на Форексе, в большинстве своем компании не заинтересованы в том, чтобы люди зарабатывали много, потому что они, как правило, сами подтягивают котировки. И что мы в этом случае получаем, что или человек начинает ограничивать по выводу средств, которые он может вывести, или вообще он теряет денег. То есть, ему рисуют определенные там несколько подряд убыточных сделок, которые приводят к тому, что человек уходит в минус. И денег не остается. И третья опасность в большинстве своем, опять же, я говорю, это мошенники. И там идет следующая схема. Когда человек теряет деньги в такого рода кухнях, то там возникает следующая схема, связанная с тем, что из людей вытаскивают денег. А мы вам вернем, а вы еще довнесите. А вы еще довнесите, мы вам увеличим ваш депозит, и вы сможете оперировать более крупные суммы, чтобы компенсировать убытки. А мы видим, что у вас убытки, мы все понимаем, а давайте мы вам предоставим нашего супер трейдера, лучшего трейдера, который поможет вам выйти из этих убыточных позиций и, соответственно, с этого заработать. Вы попали там, являлись сотрудником, ну, участником такой-то компании, она обанкротилась, это были мошенники. Мы там за определенную сумму тысячу, две, три, пять, десять тысяч долларов, мы, соответственно, у нас есть инструментарий, который позволит там возбудить гражданско-правовой иск, представлять ваши интересы в суде, в принципе, компенсировать все потери, которые есть, и то есть мы сможем это сделать. Отсюда идет очень много мошеннических схем, опять-таки, вопрос, зачем с этим связываться, когда, чтобы получать адекватную доходность, нужно использовать плечо и вы увеличиваете риски. А в большинстве своем на рынке Форекс люди не удерживают длительное время свои позиции. А как мы уже говорили, инвестиции – это история, когда деньги переходят от нетерпеливых к терпеливым людям, Баффет об этом говорит. Поэтому не связывайтесь с Форексом, потому что это трейдинг, это левередж, это очень большая площадка для мошеннических действий, и здесь защититься очень и очень сложно. И здесь ответьте на вопрос, зачем вы хотите это делать. Третья история тоже, наверное, постепенно сходит на нет, потому что люди становятся благодаря нам и нашему каналу более финансово-грамотно, более образованные. Поэтому, опять-таки, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, подпишитесь на канал, щелкните на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Следующая история – это хайп. Хайп-проекты, проекты, которые, по сути, не что иное, как финансовая пирамида, суть которой заключается в том, что выплаты текущим инвесторам осуществляются за счет притока новых денег новых инвесторов, просто выведены в электронную форму. То есть, если МММ, классический МММ, там, я не знаю, хоперы, мест, были физические офисы, где это все осуществлялось физически, то сейчас с развитием технологии данная схема, она вышла непосредственно в интернет. Чем прикрываются? Прикрываются торговли криптовалютой, что есть некие гениальные управляющие, и зарабатывают, там, 2% в день, и выплачивают ежедневно, да, эту выплату можно забрать. Прикрываются какие-то высокотехнологичными стартапами, прикрываются, там, альтернативная энергетика, то есть, прикрыться могут абсолютно чем угодно, как распознать хайп-проект, то есть, основные признаки. Мне часто приходят, Максим, вот смотри, такая доходность, что скажешь? Я говорю, ребят, вот параметры, как распознать хайп. Первое, как правило, нет физического адреса, где находится подразделение, ну, где находится инвестор, вся коммуникация осуществляется через интернет. Очень высокая доходность, есть так называемые скоростные хайпы, есть менее скоростные хайпы, то есть, одним из таких невысокоскоростных хайпов была пирамида Медофа, когда он в Соединенных Штатах Америки предоставлял доходность в районе 18-24% годовых в долларах, из-за того, что доходность была относительно невысокая, пирамида просуществовала длительное время. Чем более высокую норму доходности гарантирует пирамида, тем более скоростным считается хайп, то есть, он быстро набирает обороты, люди быстро в него втягиваются, но он и быстро сгорает. Существование скоростных хайпов где-то от 3 до 6 месяцев, то есть, они просто скамятся и никаких выплат непосредственно не происходит. То есть, чем более высокая норма доходности, которую гарантирует проект, хайп проект, тем более скоростным он является и тем быстрее есть риск потери денег. Поэтому, вот это тоже на что стоит обращать внимание, какова скорость инвестиций. Прироста капитала. Третий признак хайпа заключается в том, что там есть так называемая реферальная программа, когда платятся очень большие и крупные бонусы за то, что вы привлекаете еще кого-то. Это может быть целая отдельная страница, посвященная маркетинговой деме, что зарабатываете не только на инвестициях, но и зарабатываете на привлечении рефералов. Как правило, опять-таки, такая история характерна для хайпов не очень скоростных. Но что значит не очень скоростных? Рублевая доходность в этом случае может быть в районе 60% годовых. В долларах доходность может быть в районе 20-30% годовых. Почему? Потому что, если мы говорим про доходность от 20-60% годовых, такого рода хайп, в зависимости от его технологичной начинки, в зависимости от того, как хорошо разработан движок у него, он может просуществовать порядка 2-3 лет. И, соответственно, за 2-3 года можно собрать достаточно большую сумму денег. И поэтому, получается, если относительно невысокое не 10% в день вам выплачивается, а выплачивается, говорят о доходах 2-5% в день. То в этом случае, вы увидите на этом сайте, что очень много написано про маркетинг, очень много написано про то, что вы можете привлекать инвесторов и зарабатывать из этих инвесторов, из привлеченной суммы инвесторов, из дохода инвесторов, которые получаете. Поэтому вот хайп-проекты, на самом деле, они не инвестируют в реальные активы. Они вообще никуда не инвестируют. То есть, они просто собирают деньги, да, и как в вакуум такой всасывает все большее и большее число участников. Опять-таки, оперируют к их алчности. И сейчас стали более грамотные, более умные, то есть, никто не предлагает сверхвысокой доходности. Доходность может быть такая достаточно приемлемая, но тоже больше, чем, допустим, вы получите разговаривать с каким-нибудь финансовым консультантом. То есть, доходность будет где-то раза в два больше. Сейчас средние ставки, я уже сказал, для России, в России такого рода объекты характеризуются тем, что мы говорим о доходности от 35-40% до 60-80% в год. Да, если это какие-то западные проекты, доходность в два раза меньше, да. То есть, получается где-то от 15-20% до 40-60%. Вот такие вот вилки идут. И все там достаточно хорошо, красиво, надежно, все выплачивается, но в конечном счете вы должны понимать, что сама природа пирамиды такова, что вы с этим ничего не сделаете, она соскамится, а вы потеряете деньги. Кто-то выбирает, да, то есть, есть отдельные люди, я знаю, создавали целые инфопродукты, когда говорили о том, что можно выбирать хайпа, входить в самом начале, чтобы не попасть вместе со всеми, да, и по-быстрому оттуда выскалькивать. Существует ли такое? Существует. Можно ли так делать и поднимать деньги? Теоретически можно. Практика показывает. Даже такие умники, которые обучали этому, попадали на деньги. Поэтому опять у меня возникает вопрос, а надо ли оно вам? Лучше, может быть, от этого воздержаться, инвестировать в жесткие реальные активы, создающие прибавочную стоимость. Последние две истории, о которых хотелось бы сегодня поговорить. Предпоследнее, что называется, это ICO, то есть это первичное размещение токенов по принципу IPO, первичного публичного предложения акций акционерных обществ. Что здесь нужно понимать, что, ну, почему я лично для себя это не рассматриваю, опять-таки можно ли на этом зарабатывать? Теоретически можно. Опять, природа получаемого дохода – это спекуляция. Ну, про спекуляцию мы поговорим отдельно. Из-за того, что это не урегулировано, из-за того, что это не учтено, из-за того, что, как правило, это выпускается вне юрисдикции Российской Федерации, все эти сделки проходят. Я считаю, что здесь очень много инфраструктурных рисков. Здесь у людей очень мало собственного знаний, чтобы провести анализ проекта, его инвестиционной привлекательности, инвестиционной составляющей, и каким образом удостоверяется право твоей собственности в этом объекте. В большинстве своем природа получаемые прибыли спекулятивны, от которой я стараюсь воздерживаться, и поэтому я говорю, что лучше держаться от этих операций подальше. Ну, и последняя такая история, о которой хотела бы упомянуть, – это автоследование. Это просто огромный, большой, громадный блок, о котором можно записывать отдельные видео. Кстати, если вы хотите, чтобы записали видео, оставьте свои комментарии, что вы хотели бы получить развернутый обзор по поводу автоследования. Почему про это говорю? Потому что есть некое автоследование в правовом поле, то есть есть брокеры, которые предоставляют механизмы автоследования, то есть есть, я могу назвать, на самом деле, имена, где точно присутствует история с автоследованием. Это БКС предоставляет такие услуги, это Финам на Камон, отдельно у него был сервис, на котором трейдеры вели сделки, это Тинькофф предлагает такого рода сервисы. В чем классическое автоследование, то есть как оно работает? Есть некий трейдер, есть его трек-рекорд, то есть показывают, как давно работает этот трейдер, какие у него финансовые результаты, какая у него среднегодовая доходность, какой риск берет, то есть сам трейдер описывает свою стратегию, как и по какому принципу он инвестирует. И человек может к этому присоединиться. Казалось бы просто, есть профессионал, который этим занимается давно, вот есть его результаты, я к нему присоединюсь и пожалуйста, вот будет мне счастье, буду платить. Что в этом случае мы получаем? Что, как правило, помимо стандартной брокерской комиссии в такого рода сделках присутствует еще комиссия самого трейдера. Во-первых, стандартная комиссия может быть повышена, то есть брокеры, как правило, повышают размер комиссии, это раз. Второе, вы платите самому трейдеру, обычно ставка составляет 2.20. Что такое 2.20? 2.20 это 2% от размера активов берется, ну то есть сколько денег находится, вы заводите в эту стратегию, берется фиксированная комиссия вне зависимости от результата и 20% от 20 до 50% берется с прибыли, которую зарабатывает инвестор, с вашей собственной прибыли, которая непосредственно делится. Кто-то говорит, да вообще не вопрос, почему нет, я возьму какого-нибудь рискового парня, который торгует и он мне будет зарабатывать 10% в месяц, я ему буду половину отдавать и буду зарабатывать 5%. Ребят, посчитайте еще раз. Вы сейчас на слайде увидите информацию, да, это классическая история, когда, как если бы вы вложили 1000 долларов в 1965 году просто в индексный фонд. Американский индексный фонд и ничего не делали. Второй график, это соответственно линия, которая говорит о том, что вы вложили ту же самую 1000 долларов в активно управляемый фонд, где вознаграждение составляет 220, то есть 2% менеджмент фи и 20% перформанс фи от прибыли, которую вы получаете. График говорит сам за себя, в 10 раз доходность индексного фонда более высокая, чем доходность активно управляемого фонда, в 10 раз. Колоссальные суммы издержек, которые в этом случае несет инвестор. И, как правило, я говорю, что если это какой-то инвестор, который оперирует с плечами, вы будете платить брокерскую комиссию, вы будете платить комиссию за то, что присоединились к стратегии, а вы еще будете платить комиссию за то, что используется непосредственно плечо, поэтому реальный результат будет гораздо ниже, чем вы просто купите дивидендные акции. А про дивидендные акции мы поговорим в следующем видео, поэтому еще раз напоминаю о необходимости подписаться на канал. Ну и в заключение, друзья, получилось такое достаточно большое видео сегодня. Давайте я подытожу, что практически все истории, о которых я сегодня рассказал, связаны с тем, какова природа получения инвестиционного дохода. То есть, если мы посмотрим на все истории, которые были названы, бинарные опционы, торговля на Форексе, хайп-проекты, ICO, автоследование, во всех этих пяти историях природа получения прибыли – это спекулятивная составляющая. То есть, вы получаете не инвестиционный доход, вы получаете не долю прибыли, которую генерирует бизнес, вы прибыль получаете за счет изменения разницы цены. То есть, вы приходите на территорию рыночную, где работают законы спроса и предложения. И в этом случае ваша прибыль образуется исключительно в условиях, когда спрос значительно больше, чем предложение или наоборот. Но так как спрос и предложение формируют конкретные люди, а люди подвержены эмоциям, люди подвержены иррациональному поведению, то в этом случае вы находитесь в зоне риски. Чтобы минимизировать эту зону риска, уйдите в своих концепциях от получения прибыли за счет спекуляций. И получить, идентифицировать этот источник прибыли очень легко. То есть, что я должен сделать для того, чтобы получить прибыль? Должно ли количество владения активом у меня уменьшиться? То есть, если я купил доллар условно по 75 и заработал на этом какую-то сумму денег, а как я заработал, значит, стоит 85. И тогда мне нужно на вот эту вот разницу между 75 и 85 рублями за доллар, мне на это количество нужно продать долларов. Я фиксирую прибыль, вопросов нет. Но количество долларов, которое у меня остается на счете, в кармане, когда я заработал, количество долларов уменьшается. То есть, доля владения активом уменьшается. Про хайпы не буду говорить. Тот же самый Форекс, но это спекулятивная прибыль. А из всего, за счет чего образуется прибыль? Что когда-то в будущем покупателей будет больше, и этот токен будет стоить дороже. Опять-таки, чтобы мне получить прибыль, что мне нужно? Мне нужно сократить количество токенов, которыми я владею. И поэтому получается, что если присутствует в природе получения прибыли спекулятивная составляющая, лучше от этого воздержаться или начать в этом разбираться более глубоко. Сначала тестировать, сначала обучаться, набить, что называется, 10 тысяч часов опыта, да, и после этого, может быть, у вас что-то будет получаться. Но мы сегодня не про это, да. Мы сегодня про простых людей, у которых есть семья, у которых есть работа, которая делается хорошо. Люди получают какую-то заработную плату, и ее нужно инвестировать. И на канале мы как раз про инвестиции и в меньшей степени про спекуляции. Друзья, сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров, до свидания, удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok